Весной 1918 года по городу радостно передавались слухи о скором падении советской власти и о приходе каких-то избавителей. На Самару шла 20-тысячная хорошо вооруженная армия чехов под командованием Чечка. Наша семья жила в эти дни на одной из брошенных дач возле Самары. Там мы и встретили известия о падении советской власти. Это воспоминания Марии Александровны Семеновой. А мы возвращаемся в лето 1918 года. Все те же мы, что наши деды. Как в старь Иваны дураки. Превозмогаем злые беды и вдаль глядим из-под руки. На город шла 20-тысячная хорошо вооруженная армия чехов под командованием Чечка. Обороняли город небольшие отряды красногвардейцев, малочисленный гарнизон и добровольцы, зачастую впервые взявшие в руки оружие. Исход этого столкновения был предрешен заранее. В клубе коммунистов на Заводской улице был организован пункт первой помощи, который возглавляла врач Зальцман. Кроме раненых и медработников, здесь же находилась кучка коммунистов и человек 40 дружинников. Не имея телефонной связи и не зная, что происходит на других участках, они продолжали отчаянно сопротивляться и отстреливались из окна этого дома по наседавшей на него толпе. Попытки взять здание штурмом терпели провал за провалом. Тогда чехи установили орудия на железнодорожной насыпи и стали прямой наводкой бить по этому клубу. Дальнейшее сопротивление сделалось бессмысленным. Оно могло привести к полному уничтожению всех, кто здесь находился. Тогда было решено вступить в переговоры с командованием чехов. От чехов потребовали выполнение обычных норм международного права, гарантий личной неприкосновенности, защиты от самосудов и ухода за ранеными. Чешское командование дало такие гарантии. Тогда дружинники вышли из здания клуба. Их повели по Заводской улице на кряж в штаб. Кругом обушевала толпа. Разъявенные горожане ловили уцелевших красноармейцев и устраивали расправу над ними. На улицах валялись трупы. И, стараясь не вглядываться в них, те, кто выжили, прятались в домах своих и чужих. Дача, на которой мы жили, находилась в нескольких верстах от города. Была большая, красивая, с трех сторон окруженная белой террасой. Ее хозяин Сурошников сам никогда здесь не жил, все сдавал дачникам. В доме осталась плетеная мебель, кресла, круглые легкие столы, качалки, шезлонги. Совершенно изумительным был и парк, окружающий дом. Кроме парадного цветника перед террасой дом окружал фруктовый сад, ягодник и множество полянок, окруженных декоративными деревьями. Доверенным лицом бывшего хозяина был некто Егор Филиппович, который жил у входа во фруктовый сад в большой рубленой избе, к которой примыкал крытый двор, а в нем коровы, куры и поросенок. Этим хозяйством ведала жена управляющего Анна Спиридоновна. А на даче в июне 1918 года события развивались так. Управляющий Егор Филиппович первым узнал о положении в городе и, обижав окрестных землевладельцев, сообщил им, что у него живут большевистские комиссары, с которыми пришло время расправиться. Между тем коммунары собрались на террасе и с волнением прислушивались к звукам боя. Вначале из города отчетливо слышались оружейные залпы, треск пулемет и разрывы гранат. Потом все это слилось в сплошной гул. Сколько времени это все продолжалось, никто не знал. Опомнились только, когда увидели, что через парк бегут изо всех кустов люди. У мужчин были ружья в руках. Все они что-то кричали. И вот уже весь цветник перед домом заполнила толпа. Кто-то поднялся на веранду, требуя комиссара. И не слушая никаких объяснений, парни ворвались в дом, начали выворачивать ящики из столов, потрошить чемоданы, ходили прямо по подушкам и по раскиданному белью. Вещи, которые казались им получше, рассовывали по карманам и за пазуху. А за спинами у мужчин нистово кричали бабы. В этот момент к дому на извозчике подъехал отец. «Вот комиссар!» – закричал кто-то из толпы. «Расстрелять его!» – неслось с одной стороны. «Повесить!» – кричали с другой. Извозчик, мелко крестясь, кланялся во все стороны. Отца мгновенно стащили с коляски и пинками прижали к дереву. Послышался звук заряжаемых винтовок. «Опомнитесь, православные!» – раздался крик на весь парк. И откричала жена управляющего. «Не губите свои души! Не комиссар он, а газетчик! По судам ведь вас затаскают!» Отец, смертельно бледный, опустился на землю. Толпа начала расходиться. Дверь в дом заперли. Возь нее оставили двух парней с винтовками. Очень скоро мы поняли, что то, что пережили коммунары, было налетом кулацкого окружения. А официальный обыск обязательно должен был состояться в ближайшее время. Настроение у всех было тревожное. В таком состоянии прошла неделя. Никаких известий о товарищах и сообщений из города не было. Можно было подумать, что о коммунарах забыли. На седьмой день стало особенно тоскливо. Погода испортилась. Небо с утра затянуло. Низкими тучами порывистый ветер гнул верхушки деревьев, пугая ворон, которые во множестве гнездились в старых тополях. Вороны темной стаей с карканьем шарахались над парком, ущиливая гнетущее состояние. К вечеру пошел облажной дождь. А когда совсем стемнело, у самых перил показалась всклокоченная голова и послышалось хриплое дыхание. Это был один из наших коммунаров, который рассказал, что один из товарищей во время боя скрылся, а другой погиб в бою. На следующий день после погрома Спиридоновна пришла проведать отца, который слег и находился в забытье. Вела она себя также скромно и уважительно, как всегда, не придавая никакого значения своему вчерашнему поступку. С собой Спиридоновна принесла кое-что из похищенных вчера вещей. А на вопрос, как ей удалось их вернуть, она ответила, видать, у людей совесть есть. После всего случившегося отец тяжко заболел. Он лежал неподвижно и почти не разговаривал. Его жена неотлучно находилась возле него. А когда все коммунары собрались за столом, строго сказала, я требую, чтобы никто из вас не выходил в парк. А потом, понизив голос, добавила, да и из дома-то не выглядывайте, а то всех поодиночке перестреляют. Коммунары после таких слов притихли. Ее вид бледный, осунувшийся, а также слова произвели на всех жуткое впечатление. Они и так весь день не выходили никуда дальше кухни. А теперь никому не хотелось даже спуститься с террасы на землю. На следующий день на даче появился новый житель. Утром на террасе нашли пса, которого никто и никогда до сих пор здесь не видел. Пес смотрел на всех печальными глазами, как будто бы извиняясь и прося не прогонять его. Он был рыжего окраса с большим пышным хвостом. Полулиса полутакса. Решено было назвать пса Рексом. Несмотря на то, что Рекс в переводе на русский означало царь. Как только пес понял, что прогонять его не собираются, он быстро повеселел и освоился. Деловито бегал вокруг кухни, тявкал на ворон. А вот ел он очень деликатно. Жадный быстро локал, потом вдруг останавливался и как будто бы спрашивал, можно еще или хватит. И когда слышал от кого-нибудь лакай-лакай, все твое быстро долакивал, благодаря виляниям хвоста. Первое сентября 1918 года пришлось на понедельник, а 12 сентября Красная Армия освободила Симбирск. Это событие официально никак не объявлялось, но весь город говорил только о нем. По лицам шепчущихся мы догадывались, о чем они говорят, а по выражению лиц определяли, свой перед нами или нет. В эти дни со мной произошел неприятный случай. Выезжая из города, трамвай шел мимо тюрьмы, а, огибая ее, поднимался в гору и замедлял ход. Я, как всегда, стоял на площадке и разглядывал огромное многоэтажное здание со множеством маленьких окон. В этот день за каждым окном было лицо или несколько, а некоторые заключенных держались за решетки. И тут я высунулась с площадки трамвая и помахала платком. Произошло чудо. Тюрьма ожила. На всей красной стене от земли до крыши затрепетали белые крылышки. Каждое окно ответило на мое приветствие. В это время раздались длинные пронзительные свистки, трамвай остановился, и чешский офицер вскочил на площадку, окинул меня взглядом и, покачав головой, четко выговаривая слова и делая неправильные ударения, произнес «Политика нет для барышня». После взятия Симбирска в городе произошла резкая перемена. Прекратилась музыка и началось бегство. Один за другим закрывались рестораны и магазины. Извозчики тянулись в одну только сторону, на вокзал, где вся площадь была заполнена господами, стремившимся уехать, куда глаза глядят. Составы отходили один за другим, и выйти на перрон было совершенно невозможно. Озверевшие мужчины протискивались к выходу, отпихивая ногами все, что мешало им чемоданы, детей. Порядок наводили только чешские патрули. Если бы не они, бегущие господа передушили бы друг друга. В эти дни появилось множество свободных квартир. Бегущие бросали целые дома. Так наша семья поселилась в маленьком домике с мезонином, и наша дачная коммуна распалась. Целыми днями слышалась канонада, которая приближалась, и чем ближе она становилась, тем больше мы радовались. И вот, наконец, неожиданно наступил день освобождения Самары. Утром город потряс громкий взрыв, и черное облако дыма закрыло горизонт. А когда дым развеялся, все увидели, что исчез железнодорожный мост через реку Самару. Юнкера и мальчики-гимназисты, что есть мочь, скакали на конях по улицам, выходящим в степь. А след им спешили бойцы другой армии с красными звездами на папахах и красными лентами, которые были привязаны к гривам коней. Все те же мы даем обеты. И, коль придется воевать, уйдем, чтобы в светлый день победы все те же стяги развивать. С вами был Михаил Перепелкин.